Этот продукт может украсить стол любого торжества или прийтись по вкусу всем гостям. Ну а август – самый сладкий сезон для этого лакомства. Вечный вопрос – фрукт или ягода? Чем же является арбуз на самом деле и есть ли в нем польза для организма? Арбуз по ботанической классификации – это ягода все-таки. Потому что он как большая смородинка. У него оболочка вот эта и внутри семена распределены равномерно во всей мякоти. То есть, если бы он был бы фруктом, то он, наверное, больше был бы похож на яблоко, когда внутри есть какая-то маленькая сердцевинка и в ней все семечки сосредоточены. А так нет, это ягода, просто большая смородина. Этот плод родом из Южной Африки, содержит в себе много витаминов и полезных веществ. Например, в 300 граммах такого лакомства – суточная норма кремния, полезного для наших суставов. В арбузе также есть кобальт, магний и сильные антиоксиданты, которые сохраняют молодость. Кстати, многие врачи рекомендуют употреблять арбуз при камнях в почках. Но, по словам нутрициолога, арбуз нужно воспринимать не как таблетку или лекарство, а просто как вкусный десерт. Но как же выбрать спелый плод? Чтобы немножко было звонки, чтобы не пустая была. И хвостик сухой был, самый главный хвостик сухой. Если зеленый хвостик, она значит недозревшая еще. Стоит арбуз. Вот этот спелый. Вот этот очень спелый. Ага, и хвостик сухой. Причем, если купленный арбуз оказался недозревшим, здесь гарантируют, что примут его назад. Если зеленый у вас или розовый, не сладкий будет, можете вернуть, это без проблем, мы меняем все время. Существует мнение, что фрукты в магазине перед поставкой обрабатываются ядовитыми химикатами, а фрукты и ягоды у дороги покрыты слоем выхлопных газов и пыли от машин. Но, по словам нутрициолога, обычное мытье теплой водой избавит продукт от вредных веществ. И тогда можно смело употреблять арбуз в пищу. Анастасия Болотина, Данил Захаров. День с толком.